Добрый день! С вами Юрий Гетцберг. Петлевое активное сопротивление коаксиального кабеля не должно быть более 150 Ом. Если вам этого достаточно, можете закрывать данное видео. Если же хотите разобраться, какой может быть длина коаксиального кабеля, давайте смотреть это видео дальше. В прошлый раз мы рассмотрели ограничения на длину коаксиального кабеля в системах видеонаблюдения, вызванные затуханием видеосигнала на высоких частотах, что, естественно, приводит к снижению разрешающей способности видеосистемы. Сегодня мы поговорим о другом ограничении длины кабеля, которое вызвано потерями видеосигнала не только на верхней граничной частоте, но и на низких частотах. Я говорю о случаях, когда используются не медные коаксиальные кабели, а, например, такие, у которых центральный проводник выполнен из омедненной стали, а экран из алюминия. В этом случае чисто активное сопротивление такого кабеля может быть довольно значительным, и это нельзя не учитывать при передаче видеосигнала. На что может повлиять высокое активное сопротивление коаксиального кабеля? Естественно, на уменьшение размаха видеосигнала, а значит, на снижение контрастности изображения, что не очень приятно, но, в общем-то, терпимо. Но ведь это же может сказаться и на неустойчивости, или даже полном пропадании синхронизации изображения, которое смотреть будет просто невозможно. В качестве ориентира для допустимого уменьшения этого размаха каждый проектировщик может задаться, в общем-то, произвольным значением, исходя из собственного опыта. Я лично видел, как система видеонаблюдения приемлемо работала и при уменьшении размаха видеосигнала до 0,3 вольт. Однако используемые в виде системах приборы смогут быть самыми различными, с разным порогом срабатывания синхроимпульсов. Кроме того, нередко в выходном сигнале видеокамеры не выполняются необходимые соотношения для синхроимпульсов. Поэтому я бы предпочел задаться допустимому уменьшению видеосигнала на 6 дБ, то есть не более чем в 2 раза. Частоты синхросмеси видеосигнала располагаются главным образом в самой низкочастотной части его спектра. Коль скоро кадровые синхроимпульсы передаются на частоте 50 Гц, то в этом случае можно исключить из рассмотрения все, что относится к потерям в коаксиальном кабеле на высоких частотах. И для прикидочных расчетов эффективности передачи синхроимпульсов вполне оправдано использование закона ОМА. Рассмотрим вариант передачи видеосигнала от видеокамеры по коаксиальному кабелю до входа последующего устройства. Сначала рассмотрим идеальный случай, когда используется коаксиальный кабель длиной L и в этом кабеле отсутствуют активные потери. На входе коаксиального кабеля имеется выходное напряжение видеокамеры у выхода, это стандартный видеосигнал размахом 1 вольт. На выходе коаксиального кабеля, то есть на его согласованной нагрузке, напряжение у N тоже равно 1 вольт. Преобразуем принципиальную электрическую схему в эквивалентную электрическую схему. E – это ADS видеосигнала. Размах видеосигнала измерены на колосном ходу, то есть без внешней нагрузки. RIT – внутреннее сопротивление источника сигнала, то есть выходное сопротивление видеокамеры. RIT – стандартное значение RIT равно 75 Ом, оно необходимо для согласования кабеля. RN – сопротивление нагрузки, по сути, входное сопротивление приемника видеосигнала. Коаксиальный кабель нагружен суммарным активным сопротивлением, равным волновому или по-другому характеристическому сопротивлению кабеля. В данном случае оно тоже равно 75 Ом. Указанные сопротивления нужны для согласования цепей, для создания в кабеле режима бегущей волны, для передачи максимума энергии, для отсутствия отражения от конца кабеля, а значит, для отсутствия повторов на изображении. Чему в этом случае равно напряжение на выходе коаксиального кабеля? Как говорилось, оно равно 1 вольту. Это как раз то, что записано в паспорте видеокамеры. Она обеспечивает на своем выходе видеосигнал размахом 1 вольт на нагрузке 75 Ом. Да, в некоторых случаях можно отключить согласующее сопротивление RN. Размах видеосигнала возрастет. Однако в этом случае на изображении могут появиться заметные искажения. В наличии внутреннего сопротивления видеокамеры, равного 75 Ом, достаточно легко убедиться. На холостом ходу размах видеосигнала должен быть 2 вольта. При подключении внешней нагрузки 75 Ом, он должен падать до 1 вольта. В противном случае выходное сопротивление видеокамеры. Теперь рассмотрим вариант реального коксельного кабеля, то есть кабеля с потерями, у которого имеется некоторое сопротивление центральной жилы и некоторое сопротивление оплетки. Коль скоро реальный кабель имеет реальные потери, то происходит деление видеосигнала между кабелем и входным сопротивлением последующего каскада. Для упрощения учтем оба сопротивления кабеля в виде петлевого активного сопротивления кабеля. В этом случае напряжение на выходе коаксиального кабеля принимает вид. Мы договорились, что в качестве допустимого примемого уменьшения в виде сигнала на выходе коаксиального кабеля до 0,5 вольт, то есть 2 раза. Тогда получаем. После преобразования получаем. Отсюда следует, что для допустимого уменьшения размаха в виде сигнала на согласованной нагрузке не более чем в 2 раза, предельное значение петлевого активного сопротивления коаксиального кабеля не должно превышать 150 Ом. Для оценки реального петлевого активного сопротивления коаксиального кабеля можно замкнуть центральную жилу с оплеткой с одной стороны кабеля, а с другой стороны Ом метром измерить его входное сопротивление. Таким образом, окончательная формула для максимальной допустимой длины кабеля по критерию надежной синхронизации выглядит следующим образом. Где R-Pog – петлевое погонное сопротивление центральной жилы и оплетки коаксиального кабеля в Омах на метр. Формула для максимальной длины верна только в том случае, если выходное сопротивление видеокамеры РИТа равно 75 Ом. Если же внутреннее сопротивление РИТа стремится к нулю, то петлевое активное сопротивление не должно превышать 75 Ом, а максимально допустимая длина кабеля должна вычисляться по формуле. Вот как-то так. Понравилось видео? Что ж, тогда лайкайте его!